Доктор Ватсон Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Я просто пошутил и все в таком духе. И может, если бы перед нами была игра в другом жанре, на такие нестыковки вполне получилось бы не обращать внимания. Но все-таки The Devil's Dota это в первую очередь сюжет, интересная история, любопытные персонажи. И вот в таких условиях решение разработчиков смягчить некогда прямого и целеустремленного героя выглядит весьма и весьма сомнительным. Как уже было сказано, сюжетом полный порядок. Истории, что придется расследовать, весьма разные по характеру, но некоторые любопытные и порой даже жуткие. Правда, имеют место весьма странные эзотерические похождения, но это можно сослать на постоянный доступ к наркотическим веществам у нашего героя. Геймплейные решения вполне привычны. Мы постепенно выясняем какие-либо факты и затем пытаемся логично соединить их в своих чертогах разума, дабы прийти к определенным выводам. Они тоже могут быть спорными и в зависимости от выбора привести или наоборот не привести к какому-либо завершающему итогу. Ну и придется встать перед моральным выбором, что делать с тем или иным виноватым товарищем. В конце можно посмотреть, сколько еще пользователей выбрали то же самое и тут же при желании переиграть собственное решение. Добывать те самые факты можно будет совершенно разными способами. Это и непосредственно беседы с людьми, и изучение предметов, и поиск скрытых улик, или же, например, детальное изучение собеседника. В основном действие будет расслабленным. Например, вы не продвинетесь дальше по сюжету, пока не рассмотрите все доступные для изучения объекты в комнате. Или вот, казалось бы, сложный химический процесс, а вам просто не дадут сделать что-то не то и ошибиться в порядке действий. Но будут и весьма нервные моменты, в основном связанные с QTE. В принципе, они неплохо разбавляют монотонный геймплей, но порой начинают надоедать. С другой стороны, игра очень дружелюбна и никак не хочет заставлять вас страдать. Всегда можно проскипать трудные места. Тут, правда, и челленджа тогда не будет, но что имеем, то имеем. С картинкой все весьма неплохо, правда текстуры кое-где расстраивают, а порой и вовсе подгружаются по ходу. И это с учетом того, что в принципе окружение довольно бедно на детали. С NPC взаимодействовать не нужно. Они есть, но ведут себя вот как-то так. Ну и несмотря на порой достаточно открытые локации, все стандартно коридорно и сунуться особо некуда. Играть, кстати, можно будет не только за непосредственно Шерлока. В одной из миссий побудем верным псом главного героя. Ну или как-то так. И, конечно же, будет возможность порулить Ватсоном. Он здесь уже не такой жуткий преследователь, как был раньше, но все-таки периодически появляется внезапно и в неожиданных местах. Если кто не в курсе, довольно давно один из игроков разместил видео, где модель Ватсона вела себя странно и даже порой страшно. Приятно то, что разработчики восприняли такую критику с юмором и позже сделали свое видение того, насколько Ватсон на самом деле жуткий персонаж. Оба ролика вполне свободно можно отыскать на ютубе. Кстати, еще немного подобия GTA, о котором мы уже вспоминали. Шерлока можно и часто даже нужно переодевать в более подходящую для случая одежду. И, кроме всего прочего, даже гримировать. Грим тоже требуется по сюжету, но никто не мешает в любой момент просто сменить имидж и сделать его каким-нибудь Агентом 47 или что-то в таком духе. The Devil's Dota не сделала заметного шага вперед, а для фанатов серии, возможно, чутка попятилась назад. Это я скорее говорю про спорный образ Шерлока. Но в остальном серия по-прежнему остается неплохим средним квестом, весьма регулярно радующим поклонников жанра. Так что, в принципе, пока не вышла третья Сайберия, им есть чем заняться. Всем счастливо и до встречи на Stop Game Room. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok